Пап, ой, ты же 20 минут назад на мою машине уехал. Тут такое дело. Ты только не ругайся, ну так всё быстро произошло. Я завожу машину, быстро трогаюсь. Мы летим по мостовой, за нами гонятся говицы. Стоп, 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 кто мы? Я и личинка, которую я отложил, когда тронулся. Вот за нами говицы, они нас не могут остановить, кидаются в машину палками своими. Я случайно сбиваю какую-то бабку. Она пробивает лобовое стекло, оказывается, в пассажирском сидении. Мы летим, педаль тормоза у меня пропала, газ в пол. Общаемся с ней, типа, что сама, откуда, как в стекло попала, такая тема. Но машина никуда не ударилась, всё хорошо. Всё хорошо закончилось, а мы слетели и упали в воду. Щенок, ты что сделал? Ладно, я шучу, на самом деле я ключи от машины забыл, я просто пытался 20 минут ключами от квартиры открыть её. Хух, собака. Гав? Где же, сынок, вот эти штанишки, примерь? Мам, это что за мешок картофельный? Это хорошие молодёжные штаны, сынок. У любки-то, Володька, в таких же ходят. Может, не в таких же, а в этих же. В аренду берёт, потому что даже купить хреновую штаны денег нету. Так-то не появится, что сейчас вообще ничего не купим. Да я голый буду в стиле не обидеть, чем в этом. А ты посмотри, как колготочки, какие злые. Мам, а какие колготки, мне 15. Эти колготки больше на брюки похожи, чем твои джинсы за ужинами. Помогите. Ой, ты глянь, какой пенал, смотри. Фрешн. Давайте возьмем такое. Мам, какой фрешн? Давай сразу возьмем пенал с надписью Бомжи. Я же сейчас отца позвал, он за тебя шел, уберет. Не-не-не-не, ладно, давай фрешн. Всем привет, здравствуйте. У мамы был телевизор. Теперь у мамы нету телевизора. В прошлом занятии положи на место. Ты что делаешь? Положи на место. Отдай. Что ты вытворяешь? Положи на место, мои вещи. Болос, классно. Болос, классно. О, я сказала. Ну а что ты не смеешься? Лайк поставь. Ну только у нас никто ее не оцени, ты у нас над этим не смеются. У нас учителей уважают и ручку им подают. И этому всему мы тебя... За сколько ему дали? Два возлечения. Два года, замечательный срок, мы тебя научим, и все будет отлично. О, спасибо, это я точно сегодня не буду, мне пожаловать в чай. Большой или маленький? Когда только получил права в Америке. Наконец-то я получил права, надо быть аккуратным и осторожным, чтобы не подвести родителей и не заставлять их переживать. Эй, когда получил права в Узбекистане. Эй, брат, сальчуми. О, целых 100 рублей, это так много. Я просто в шоке, мам, спасибо за такие большие денежки, это мне на неделю хватит 100%, я буду в школе покупать булочки, еду, буду ходить с ребятами гулять, в кинотеатр обязательно схожу. Короче, много чего можно будет купить на эти денежки, мам, это просто, я не ожидал, что мне так много денег дашь, честно. Я вот сейчас сижу на тебя смотрю, я не ожидал этого. Еще полтенек? Мам, ты серьезно сейчас? Еще полтенек? Мам, я сейчас заплачу, мам. Мне целых 150 рублей, мам. Я могу сейчас на год вперед интернет себе оплатить на телефоне, понимаешь? Мне 150 рублей. Мам, ты меня так разбалуешь. Мам, ты меня разбалуешь. Все, не надо мне больше давать деньги. Привет, я пос... Вот и думаю. Пи-пи-пи. С детства никто не играл в телефоны на перемене, все играли в фишки. Суть этой игры в том, чтобы бросать фишку, вот у меня ничего. Затем бросает противник, а у него, у него все. И он забирает и свою, и мою фишку навсегда. Как вы понимаете, эта игра разрушила очень много судеб. Особо азартные, которые проигрывали фишки с Биониклами, самые ценные. После, потом, просто не общались с какими бы друзьями они не были. Они и до сих пор не общаются. Но было кое-что, что всех объединяло. Все хотели найти способ, как сделать фишку непобедимой. Именно поэтому кто-то спал со своими фишками, кто-то с ними купался, кто-то читал над ними какие-то стихи. Потому что мы верили, что Великий Воин всегда един со своим оружием. Я тоже перепробовал кучу всего, закапывал их на заднем дворе, носил их во рту. Потом, внезапно для себя, мне стало дико вести. Я почти всегда выигрывал, и все спрашивали, как я это делаю, но я держал метод в секрете. Поэтому друзья отдавали мне свои фишки, я делал над ними некое таинство, а потом возвращал им, и они побеждали. И все спрашивали, Влад, а что ты делаешь? А я просто носил их фишки у себя в трусах целый день. Как говорится, запах победы. Здорово! Че, как дела? Да-да-да. Да-да-да-да. Да-да. А я и говорю, слышь, подруга, тормози, ты себе че-то додумала. Так вот, зачем мне постоянно зубочистка в зубах? Ну это типа аксессуар. Не потому что у меня в зубах что застревает, это аксессуар. Опять двойка. Не два, а три, не надо ля-ля. Опять двойка. Продолжение следует.